Коллеги, добрый день. Зовут меня Мария Нинашева. Я являюсь руководителем проектов 1С, а также являюсь практикующим консультантом-аналитиком по 1С, документооборот, управление торговлей, электронный документооборот. Это мои профобласти. Сегодня у нас тема с вами настройка прав пользователей в 1С, документооборот 3.0. Я являюсь и спикером, и модератором данного вебинара, поэтому и запускаю вас я, чат просматриваю также я. Если вас вдруг выбило из вебинара, ничего страшного, запись у нас ведется, вы в любом случае получите полную запись вебинара. И также, если вдруг вы пытаетесь зайти заново, но сразу не получается зайти, значит, возможно, я просто сразу не увидела, что вы стучитесь, и я вас обязательно запущу. Сейчас я параллельно запускаю также гостей на вебинар. Я думаю, сейчас еще какие-то минуточки, пока мы с вами оргмоменты проговорим, люди будут подключаться. Я запускаю. Диалог мы с вами ведем через чат. Что необходимо? Все вопросы, которые у вас появляются по ходу вебинара, вы, пожалуйста, сразу пишите в чат. Идти я буду по своей презентации, по материалу презентации, постараюсь по возможности раскрывать все вопросы, которые я увижу в чате. Могу что-то неоперативно увидеть, но в любом случае мы на ваши вопросы ответим. То есть мы ответим на какую-то часть вопросов в конце вебинара, если у нас с вами время останется, тайминг у нас 45 минут, но максимально, я думаю, что до часа мы можем продлить. Вот, если вдруг вы не получили ответ сразу на вебинаре, мы не успеем разобрать, то при рассылке далее мы просматриваем чат, уже анализируем, и ответы все учтем при рассылке, дадим развернутый ответ при рассылке материалов по вебинару. Также у каждого участника вебинара есть возможность провести специально прям по вашим процессам, по вашей задаче встречу. То есть вы нам об этом сообщаете, даете обратную связь, можно письмо, можно, когда с вами наши специалисты свяжутся, и мы разбираем прям конкретно ваш вопрос на ваших кейсах. То есть совершенно бесплатно у вас есть возможность с нами встретиться и пообщаться по вашему вопросу. Для чего писать вопросы в чат сразу, оперативно, чтобы они не потерялись. То есть я о чем-то рассказываю, мысль какая-то вам в голову пришла, что нужно ответить на вопрос сразу, и этот вопрос пишите, чтобы мы на него особое внимание обратили. Так, по ходу вебинара я буду переключаться с презентации на программу «Документ оборот», и обратно мне нужно будет от вас обратную связь, если вдруг что-то не видно, не слышно, все ли видно, слышно, чтобы я понимала, что вы меня слышите, вы меня понимаете, и что я не одна здесь присутствую, все-таки, когда с чатом общаешься, это не так живо, как когда голосом. Скажите, а сейчас презентацию видно? Чатик, плюсик, плюсик, видно, все что угодно. Чат, ага, вот я вижу, пошли сообщения в чат. Так, демо видно, да? Хорошо. Новая демонстрация и переключусь на презентацию. Вот сейчас должно быть видно презентацию. Супер, отлично. Вот видите, как важно оперативно общаться в чате, так что ваша обратная связь, она мне очень сильно помогает. Так, смотрю, что подключаться люди уже стали не так активно, но буду просматривать по мере возможности. Итак, перейдем с вами к нашей основной части. Тема у нас еще раз «Настройка прав пользователей в документ оборот 3.0». План нашего сегодняшнего вебинара сейчас на экран вывела. То есть у нас сегодня 14 вопросов, которые мы должны рассмотреть. Тема такая достаточно объемная, постараюсь ее максимально развернуть, максимально понятна, чтобы было. Она одна из самых сложных при внедрении системы – это настройка прав. Интерфейс общей возможности системы. Прямо в двух словах скажу, что у нас документооборот – это интерфейс такси. Это у нас настраивается рабочий стол, также настраиваются виджеты. То есть для пользователей документооборот рабочий стол – это не просто картинка, которую пользователь видит, заходя в систему. А документооборот – это полноценное рабочее место. То есть сотрудник заходит и сразу видит рабочий стол. А скажите, пожалуйста, кто уже пользуется документооборотом 3.0 или 2.1? Чем пользуетесь? У нас был прям… и то, и то вижу. У нас был прям вебинар развернутый по настройке первоначальной системы, по интерфейсу системы, как настраивать под пользователя, какие есть удобные функции. Если вас это интересует, тоже в чатик можете написать. Только, пожалуйста, когда пишите вопрос, то пишите, указывайте какой-то контакт, куда мы можем ответить на ваш вопрос. Если интересен по первоначальной настройке вебинар, мы ссылочку кинем, пишите в чат. Вот, чтобы на этом сейчас не останавливаться. Сейчас мы подробнее остановимся именно на настройке прав. Уделим этому основное внимание. При настройке… По полной настройке. И, пожалуйста, я вижу, вот в чате пишут, интересен вебинар по полной настройке, я так понимаю, первоначальной. Прям напишите электронную почту, куда мы ссылочку скинем. Вопрос настройки прав в программе, в системе, он очень важен. Почему? Потому что работа с документами – это работа с часто секретной информацией, это работа с документами, которые должны быть в конкретных руках, то есть очень важно, чтобы они не попали в руки, в которые не должны попасть. Это первая задача, которая решается разграничением прав доступа в системе документа оборот, то есть это безопасность документов, это секретность документов. Вторая важная задача, которая решает разграничение прав, не менее важная, это информационная нагрузка, поток информационный на ваших пользователей, который сваливается на них. Когда разграничение прав, Видимость документов не настроена для пользователей, то есть они видят сразу все, все подразделения, все папки, все разрезы. Для них очень сложно вычленить ту информацию, которую действительно нужно знать. Это получается отвлечение, это сложности при работе в системе. Поэтому очень важно этим вопросом на старте внедрения обязательно заняться и провести полноценную аналитику. То есть мы очень часто сталкиваемся, что система начинает внедрять, начинают внедрять без должного анализа, как-то что-то запустили, что-то начали создавать какие-то документы, а потом начинают задаваться вопросом. Какие-то сотрудники у них видят документы, не видят, как же это теперь организовать и начинают какие-то судорожные настройки делать в системе. Давайте этому откроем, а давайте этому закроем доступ. Для того, чтобы этого не было, нужно четко понимать, какие задачи решает раскраничение прав, то есть от какой потребности в компании мы идем. Нам нужно, первое, защитить документы, которые имеют ограниченный доступ, и второе, нам нужно ограничить поток информационный на наших сотрудников и уже в дальнейшем идти по анализу настроек необходимых именно от этого. И еще один принципиальный момент, когда вы стартуете работу по разграничению прав доступа в системе, нужно понимать, что чем сложнее, чем больше функций вы начинаете использовать, то тем сложнее вам будет это, во-первых, настроить, а во-вторых, потом обслуживать, потому что есть такой момент, как ротация кадров и ваших, которые обслуживают вашу систему внутренних сотрудников и обслуживающих организаций. Также есть вероятность ротации, кого-то вы где-то меняете, и сотрудники в обслуживающих организациях, может быть, саму организацию, и потом новым людям объяснить, как у вас все это устроено. Это нужно вести четкую документацию, во-первых, во-вторых, даже четкая документация не всегда дает хороший результат, когда вы передаете от одной команды к другой обслуживание вашей системы. Поэтому чем проще вы настроите ваши права, чем меньше вы будете использовать инструментов, тем проще вам потом будет это все дело обслуживать. Это стоит помнить, потому что у нас есть такое желание сразу все использовать, все, что есть в системе. Какие у нас есть принципы назначения прав именно в документ оборот 3.0? То есть, если вы используете 2.1, то есть принципиальные отличия от тройки. Тоже у нас был вебинар, где рассказывать прямо отличия двойки от тройки. Вот, если кому-то интересно, тоже в чатик напишите с почтой, мы направим ссылочку на этот вебинар. Там прям общие все отличия описаны. Если мы сейчас смотрим именно в части настройки прав, то особенности документа оборота тройки следующие. Что для всех документов, для мероприятий и для проектов у нас используется принцип автоматического назначения прав всем. То есть, если к данному объекту системы какое-то отношение у нас пользователь имеет, то он автоматически получает права на этот объект. Это очень удобная функция, которая нас избавляет от ситуации, когда пользователь должен какое-то действие с объектом сделать, а у него нет прав. И получается, что пользователь даже и не знает, что у него есть какая-то задача, которую он должен выполнить. Здесь идет автоматическое назначение прав. Очень удобная и полезная функция. Также второй принцип, это кроме настраиваемых ограничений прав у нас есть и ненастраиваемые, то есть которые являются действующими по умолчанию. Если, допустим, у нас участник никоим образом не связан с процессом, то он и не будет получать права на данный процесс. Вот это тоже следует учитывать при работе системы и при настройке. И также есть у нас возможность посмотреть на вкладке доступ, список всех сотрудников, у которых есть доступ к объекту. То есть мы всегда можем проверить, есть ли у нас доступ к данному объекту у конкретного сотрудника. Тоже функция удобная и тут уже не скажешь, что я не знала, что у сотрудника доступа нет. Также у каждого сотрудника есть возможность просматривать права доступа на объекты документа оборота. Допустим, я отправляю какой-то документ по процессу и хочу проверить, у конкретного сотрудника будет доступ на этот документ и какой это будет доступ на просмотр, на изменения. Что будет, что сможет сделать мой коллега с данным документом. Я думаю, что мы сейчас можем переключиться в систему. Так, видно систему? Плющик поставьте. Мы сейчас находимся с вами под администратором. У нас сейчас 8 новых редакций. Сегодня мы только обновились, вот так что мы сегодня смотрим на новые. По кнопке информации о программе вы видите все данные, то есть под каким клиентом, какой у нас релиз сейчас, платформа, какая все вы можете здесь просмотреть. Так, мы сейчас с вами посмотрим на примере документа, как у нас выглядит, как у нас пользователь может посмотреть, у кого есть доступ на конкретный документ, на конкретный элемент системы. Ну, мы подкроем какой-нибудь, допустим, приказ. Любой документ. Мы сейчас находимся в веб-версии, поэтому у нас немного подвисает система, но я думаю, что это небольшая проблема. Вот, то есть у нас есть в элементе системы вкладка доступ, и здесь мы видим, кто у нас является участником, кто у нас имеет доступ. Также мы можем просмотреть права доступа на элемент системы через кнопку «Еще». И здесь мы видим уже развернуто по сотрудникам, какие действия у нас, какой сотрудник может получить по данному элементу системы. Также можем посмотреть дескрипторы. То есть очень удобно посмотреть настройки, которые есть по документу. Каждый пользователь может открыть и понять, видит ли его коллега этот документ, и какой именно доступ есть у коллеги на текущий документ. Это очень удобно, чтобы уже понимать, упрощать сильно очень взаимодействие. Без обращения к администратору, без обращения к каким-то третьим лицам можно сразу понять, что может делать ваш коллега с данным документом. Так, я сейчас вернусь в презентацию. Презентацию видно? То есть мы видим права доступа на документы. У нас есть несколько инструментов, где мы можем видеть права на документ. Управление правами происходит администратором, ну или бывает пользователь с полными правами. То есть помимо администратора у вас может быть еще какой-то пользователь назначен, который управляет правами. В окне управления расчетом прав. Меню это открывается, управление расчетом прав, также в настройках. И отсюда можно перейти к установке настроек прав. Также можно динамическую очередь обновлять и отслеживать ее. Список очередь открывать и можно формировать отчеты, которые у нас отражают состояние расчета прав. Обычно это делает администратор, либо технический специалист, ответственный, который этим у вас занимается. Мы рекомендуем выделять специального сотрудника, который у вас занимается правами, настройкой прав и полностью отвечает за этот блок. Потому что это очень важный блок и все должно быть регламентировано. Каждое действие с правами, они должны быть регламентированы. Также какие полезные советы сразу на старте при внедрении можно дать в части настройки прав. Сразу нужно описать, как я говорила, требования к безопасности информационной базы. Сразу описывайте, формулируйте это документально, заверяйте у себя в компании, кто к чему имеет права и на каких основаниях можно расширять права. Полномочия тоже пользователей должны быть четко определены. То есть часто компании, стремясь уйти от бюрократии, они гибко подходят к полномочиям сотрудников. Сегодня сотрудник делает это, завтра он делает то, и как бы он доступ имеет ко многим документам. Очень сложно понять полномочия. Когда вы работаете с документами, здесь нужно четко ограничивать полномочия, потому что такая гибкость, она потом может вылиться во что-то не очень хорошее. Далее, особенно если у вас частая ротация кадров, допустим, компаний, которые занимаются продажами. Это особенность. Бывают компании, там, маркетинг, там, где очень подвижные отделы. На каждого сотрудника назначать права отдельно при трудоустройстве, либо переводе в другое подразделение, это очень трудозатратно. Поэтому создаются либо через подразделение, либо группа пользователей, назначаются полномочия. И вы сотрудников, уже не каждому конкретному сотруднику полномочия наделяете, а вы добавляете сотрудника в группу или в подразделение, и ему сразу автоматически назначаются полномочия в 1С, документы оборот. Так проще вам будет обслуживать вашу систему. Также принцип, что вам изначально нужно идти не от того, что вы все разрешаете сотрудникам, а потом начинаете урезать права. А нужно идти от того, что по умолчанию всем все запретить, и потом открывать необходимые права тем сотрудникам, которым они необходимы для выполнения должностных обязанностей. По подразделениям, группам пользователей, то есть вы идете от запрета, а не от полного разрешения. И также не менее раза в месяц нужно проводить аудит безопасности информационной базы. То есть описать, во-первых, какими методами вы будете проводить этот аудит, какие действия будут закладываться в необходимые алгоритмы действий специалиста, который этим занимается, и четко рекоментировать этот процесс, что раз в месяц у вас проходит аудит безопасности системы. Чтобы не было такого, что сотрудник случайно получил какой-то доступ к документам, которые ему не нужны для работы и секретные. Вы об этом не знаете по полгода по году. Всякие ситуации случаются, вот это нужно исключить. Далее мы переходим уже к уровням разделения прав. То есть самое крупное деление прав, которое мы изначально используем, это у нас полномочия. Что такое полномочия? То есть у нас есть, вот в системе документа оборот, есть стандартный перечень полномочий, которые уже идут сразу в заложенную в системе. Мы можем их использовать, мы можем на их основе делать другие полномочия. Что это такое? Ну вот допустим, полномочия делопроизводителя. У полномочия есть наборка ролей. То есть что могут делать? Сделать некие действия с документами. Могут производить там чтение, редактирование документов. Как это выглядит в системе? Сейчас мы с вами посмотрим. Устанавливаю демонстрацию. Что-то у меня сегодня с переключением демонстрации не очень. Так, вот сейчас напишите, видно систему? Один из документа оборот. Вот теперь видно, все. Поняла. Настройка всех прав у нас. Настройка всех прав у нас происходит в меню по пункту настройка права доступа. Здесь мы видим все наши возможные уровни деления прав. То есть здесь у нас, как мы вот о чем говорили, управление расчетом прав. Это та кнопка, по которой у нас работает специалист, который занимается правами в организации. А здесь у нас идут разрезы уже доступа, полномочия, локальные администраторы, группа доступа, группа доступа контрагентов и грифы доступа. То есть те деления, которые мы можем использовать. Самое крупное деление, которое мы сегодня рассматриваем, это у нас полномочия. То есть вот у нас стандартные полномочия, которые у нас уже идут в нашей системе заложены. Ну вот откроем, допустим, дело производителя. Что такое полномочия? То есть полномочия у нас включают наборку ролей, которые исполняют данные конкретные пользователи. То есть вот, допустим, сейчас мы видим с галочками то, что может делать, какие роли может исполнять этот пользователь в системе. Вот можно для примера показать весь перечень, то есть вот все остальное, но видите, галочками не отмечено. Вот, то есть если у нас какой-то нестандартный делопроизводитель, то есть у него есть какие-то расширенные функции или что-то мы хотим ему убрать, то мы можем настроить на основе, ну скопировать просто настройку полномочий стандартного делопроизводителя и сделать там делопроизводителя компания там X. И там уже прописать те полномочия, добавить или убрать то, что нам собственно нужно. Вот таким образом у нас выглядит полномочия, то есть здесь мы можем расширять список полномочий, сделать свою какую-то наборку и использовать те полномочия, которые нам необходимы. Вот, и так, слышно, видно меня? Ага, пользователи у нас, кстати, еще подключаются. Уже времени почти половина прошло. Таким образом у нас выглядит список полномочий и полномочия мы уже назначаем, мы можем либо конкретному пользователю, но рекомендуем все-таки группам пользователей, либо подразделениям. Допустим, у нас может сотрудник, ну там или, допустим, пользователь, входящий в какую-то конкретную группу, он может иметь полномочия делопроизводителя и, допустим, руководитель подразделений. То есть мы можем создать также, ну, группе пользователей дать несколько полномочий и тогда у них будет наборка из всех доступных действий по всем этим полномочиям. Так, возвращаюсь в свою демонстрацию, попробую теперь это сделать безболезненно. Так. Сейчас видно презентацию? Эти полномочия мы с вами сейчас рассмотрели в системе, то есть они стандартные. Обычно, как всегда, есть администратор, делопроизводители и ответственные по блокам, которые у нас есть в системе. На них, на составе полномочий я сейчас останавливаться не буду, подробнее уже при настройке нужно будет в каждой полномочии углубляться, понимать ваши процессы. Именно для этого вот нужно понимать, что у вас каждый сотрудник делает, что у вас каждая роль в компании делает, точно ли подойдут вашим именно конкретным делопроизводителям те полномочия, которые идут стандартные. Либо они выполняют какое-то действие, допустим, там чтение без ограничений каких-то документов. Нужно эту галочку поставить, и для этого нужно будет создавать какие-то конкретно под вас полномочия. Но всегда нужно помнить, что чем проще, тем более стандартно вы делаете, тем проще вам будет потом это все поддерживать. Про настройку полномочий мы проговорили. Также есть особенности, которые следует учесть, когда вы подбираете в полномочии роли. Обязательно, если вы создаете самостоятельно полномочия, то есть в стандартных полномочиях уже учтено, что есть базовые права. То есть это те права, которые вообще в принципе вашему пользователю дают возможность работать в системе. Это базовые права БСП, базовые права БСП Корп, интернет поддержки, базовые права по электронным документам и базовые права пользователя. То есть если вы вот эти базовые права не добавите, забудете, что тоже бывает, если самостоятельно настраивают систему, то в дальнейшем ваш пользователь просто полноценно не сможет минимальный функционал системы использовать. Вот поэтому это сразу следует учесть и стартуете настройку полномочий. Сразу нужно вот эти права установить, не забыть. Также если у вас сразу в полномочии вы включаете полные права, по умолчанию они включены только у администратора, то перестают действовать вообще все ограничения. Поэтому при настройке полные права прямо в самых-самых предельных случаях нужно использовать, а лучше не использовать все-таки, пусть они будут только у администратора. Как удобнее выдавать полномочия пользователям? Здесь можно пойти двумя путями. То есть это можно выдавать сразу из полномочия, из карточки полномочий. То есть вот в самой карточке полномочий, здесь я достаточно наглядно показала, есть у нас кому выданы. И мы добавляем либо группы пользователей, либо конкретных пользователей, либо подразделения, кому вы сразу назначаете полномочия. Если вы идете через подразделение или через группы пользователей, то это гораздо удобнее, как я уже говорила. То есть новый сотрудник у вас заходит, вы его просто добавляете либо в группу пользователей, либо в подразделение, и он у вас сразу получает все необходимые права. Вам не нужно под каждого пользователя дополнительно производить настройку прав каждый раз. Тут тоже следует учесть, что если у вас стандартные достаточно, есть возможность разграничить права по группам пользователей. Бывает, что слишком разный набор функциональных обязанностей у сотрудников, с таким мы тоже сталкиваемся, это тоже нужно учитывать. Также можно назначать полномочия, идти не из самих полномочий, туда добавлять группы пользователей, либо подразделения, а можно идти из подразделений, либо из групп пользователей, и туда добавлять полномочия. То есть как из полномочий, так и из групп пользователей можно это делать. Как вам удобнее. Также есть у нас роли с неограниченными правами на какие-то конкретные действия. Они у нас стандартно нигде не добавлены, но бывает, что и такое необходимо. То есть, допустим, если у вас есть сотрудники, которым нужна неограниченная работа с документами, какой-то старший сотрудник по работе с документами, который работает, либо контролирует процессы, контроль процессов и задач, тоже есть неограниченные права. Это сотрудник, выполняющий какую-то контрольную функцию вашей организации, и он должен иметь полные права. Можно использовать вот как раз-таки эту роль. Стандартно она не добавлена ни в одни полномочия. Поэтому, если вы хотите их использовать, значит, нужно создавать свои полномочия на основе тех, которые имеются лучше, наверное, и добавлять туда неограниченные роли. Также есть у нас принцип, что неограниченные права нельзя осузить уже никакими настройками. Для того, чтобы контролировать такие права и не допустить, чтобы у вас сотрудники с такими правами существовали, а вы о них не знали, у нас есть отчет полномочий с неограниченными правами. То есть тот сотрудник, который у вас следит и выполняет операции по контролю настроек прав, вот ежемесячный какой-то аудит проводит, вот как раз-таки он может данным отчетом пользоваться и понимать, какие у каких сотрудников, какие есть неограниченные права. И уже планировать какие-то действия, то есть действительно ли это обоснованное, либо нужно все-таки ограничить сотрудников в правах. Это один из инструментов. Далее мы поговорим о принципе автоматического назначения прав при работе с документами. В документ оборот 3.0, если у нас пользователь каким-то образом связан с документом, то он сразу получает доступ к связанным объектам по этому документу. Это очень удобная функция, как я уже говорила. Она очень многих проблем в взаимодействии наши убирает. И уже не нужно ломать голову, что сотрудник у вас не получит доступ к тому, что ему нужно для выполнения обязанностей. На мероприятия у нас только автоматически все права рассчитываются. И настраивать уже права по мероприятию у нас необходимости нет. Это уже особенность именно документ оборот 3.0. Кто пользуется двойкой, особенности 2.1 и все сложности знают. Как я говорила, уже вебинар у нас был по разнице документа оборот 2.1. 3.0. Так, я вопросы в чате вижу. Вопрос такой. Я на него отвечу обязательно. Мы дадим тогда, наверное, судя по времени, развернутый ответ уже, когда запись будем присылать по вебинару. Ответ пишите, ой, вопрос пишите активно, прям все, что вам приходит в голову, будет больше нам работы к анализу для уже создания рассылки. Ручное редактирование состава участников в карточках мероприятий. Можно отредактировать состав участников, но мы не рекомендуем это сделать. Программа все-таки добавляет автоматически. Вот это делается в крайнем случае. Но возможность такая у нас есть. Вот. Есть возможность у нас также запретить автоматическое расширение доступа к документу, когда это бывает необходимо. Допустим, у вас есть какие-то виды документов, которые согласовывают, либо работают с ними только определенный, очень узкий круг сотрудников. Они обладают какой-то определенной закрытостью. И нам необходимо обезопасить этот документ от автоматического расширения прав на данный документ, на данный вид документа. Вот запретить, расширять мы можем расширять доступ. То есть здесь мы четко, вот то, что мы поставили, кому у нас есть каким пользователям доступ к данному виду документа, так он и будет. Даже если где-то по процессу у нас зацепят других пользователей, то доступа у них не будет. Делается это в виде документа. И есть у нас закладочка создания документов. Делается это галочкой. На слайде я тоже подробно показала, где ставится эта галочка. Слайды вам также будут направлены презентации. Вы всегда можете посмотреть. То есть таким образом мы защищаем наш вид документа, наши документы этого вида от автоматического расширения доступа к нему. Также мы можем запретить сотрудникам, запретить пользователям. Бывает такое, что у нас конкретные пользователи, группу пользователей может работать с определенными видами документов и тематиками документов. В тройке у нас есть такая сущность, как тематики документов. Мы также это, наверное, будет у нас только впереди вебинар. По особенностям, что такое у нас тематики документов, затронем тему. И можно посмотреть в вебинаре, где описывается разница документа, оборот 2.1 и 3.0, что это за сущность, такая тематика документов. То есть это более уточненное разделение документов, уже относящиеся внутри вида документа. Мы еще можем разделить документы по тематикам. Так вот мы можем конкретным группам пользователей запретить создавать документы конкретных видов и конкретных тематик. Делается это тоже в виде документа на закладке «Создание документа». То есть мы добавляем каких сотрудников, какая группа пользователей и по каким конкретным тематикам, какого конкретного вида мы разрешаем работать с данным видом документа. Также есть функционал, что мы можем прямо по тематикам, если нам нужно проверить, кому же у нас доступ по конкретной тематике. Здесь же в этой же вкладке «Создание документов» мы можем посмотреть, по каким тематикам кому у нас есть разрешение. Если у нас очень много тематик в компании, и бывает, чтобы проверить, кто может этой тематикой пользоваться, кто нет. Также у нас может сотрудник проверять, который отвечает за безопасность нашего документа оборота и раз в месяц какие-то в перечне операций и также он может и проверять доступы к конкретным тематикам, которые у нас являются особо важными. Следующий разрез – это у нас грифы доступа и группы доступа контрагентов. Находится у нас настройка, также в настройках мы с вами рассматривали, то есть настройки и настройки прав в блоке. Там же, где у нас полномочия настраиваются, там же один из разрезов – это грифы доступа и есть разрез по группам доступа контрагентов. Мы также открываем наш гриф доступа и добавляем туда либо группы, либо конкретных сотрудников, которые у нас будут иметь возможность работать с документами по данному грифу. Что важно учесть, опять же, грифы используются далеко не везде. Перед тем, как действительно пользоваться этим разрезом доступа, нужно понять, оно вам надо или нет. Есть ли у вас действительно документы, которые необходимо выделять грифом ограниченным, либо можно остановиться на настройке видов документов, разграничить тематиками. Чем меньше настроек вы будете использовать, тем вам будет проще и описать, и потом обслуживать. Но возможность такая по грифам есть, особенно если какие-то ведомственные организации, какое-то сложное секретное производство. Ну, разные у нас тоже были клиенты, которые ограничивали свои документы грифами. Также следует учесть, что доступ к документам по грифу получают не только те пользователи, которые добавлены в группу доступа, но и также получают доступ локальные администраторы. Локальные администраторы. Так, мы, по-моему, по локальным администраторам, не помню, есть ли у нас выделенный слайд, для чего используется в системе локальный администратор. Если у вас есть потребность дать конкретному сотруднику доступ на конкретные документы, конкретного, допустим, у вас есть несколько юрлиц, и на конкретные организации, то есть это такой сложный алгоритм, конкретный сотрудник должен, допустим, видеть по всем организациям конкретный вид документов, там, заявку на оплату, допустим. Он контролирует именно заявку на оплату, это вот из практики у нас опыт, по всем юридическим лицам компании. Вот как это настроить? Это можно сделать через локальных администраторов. То есть, думаю, что мы сейчас посмотрим на эту систему, как у нас выглядит. Так, еще раз. Получу поделиться. Систему видно? Плюсик в чат поставьте. Супер. С третьего раза у меня получилось показать систему. У нас локальный администратор сейчас система у нас подгрузится. База у нас демонстрационная, поэтому у нас не все возможности есть, и не все настроено, что хотелось бы увидеть. Что мы здесь можем видеть? Что мы настраиваем? Предмет доступа, то есть мы можем по документам, по мероприятиям, допустим, настроить. Вот по документам, допустим, нам, какому-то пользователю нужно, мы можем настроить редактирование, можно чтение настроить, то действие, которое нам нужно. И что важно, мы настраиваем, можем не на весь вид документа, мы можем на все документы организации, допустим, а на какие-то виды документов, либо мы можем деление по грифам, либо какие-то именно группы доступа контрагентов, либо по конкретным организациям, то есть мы можем конкретному сотруднику, можем выдать доступ на конкретное действие по конкретному разрезу, можем по двум организациям, по трем выдать доступ, можем по каким-то нескольким видам документов, то есть достаточно точечно дать полные права на работу с конкретными документами. Вот если задача именно такая поставлена, то это делается через локальных администраторов, часто другого пути, как настроить такой доступ, более простого не существует. То есть локальный администратор – это вот именно такой инструмент удобный, мы его часто используем, когда нужно вот так вот точечно настроить. Так, возвращаясь в презентацию, я думаю, что презентацию сейчас должно быть видно. Дядька, напишите. Так, идем с вами дальше. Существует у нас, если нам нужно несколько объектов сразу поменять доступы, то необязательно в каждый объект точечно проваливаться. Есть у нас обработка для изменения списка доступа объектов. Вот мы можем поработать с этой обработкой. Есть вот такой инструмент, он значительно сокращает время для обработки, для выполнения этой задачи, чтобы сразу по ряду элементов нам перенастроить доступ. Чтобы находится она у нас в разделе «Сервис» в меню «Настройка». Вот технический специалист, который у вас занимается с правами, он обязательно этим инструментом должен пользоваться. И имейте в виду, что такой инструмент вообще в принципе есть. Далее мы уже с вами говорили про рабочие группы. Рабочую группу у нас есть специальный раздел в НСИ, рабочие группы. Его сразу тоже хорошо бы, когда внедряете систему, хорошо бы на этот вопрос уделить особое внимание. И понять, какие у вас будут в компании рабочие группы. Нужно учитывать, что группы могут иметь иерархическую структуру. То есть у вас может быть какая-то верхнеуровневая группа, ей подчинятся другие группы. Но понимать, опять же, нужно, что у вас подчиненная группа, родительская группа, она будет все подчиненные в себя включать права. Нужно это учитывать. Также как вы подойдете к созданию своих рабочих групп по структурному или функциональному принципу. Это уже зависит от ваших бизнес-процессов, от особенностей вашей именно конкретной организации. И нужно обязательно очень внимательно посмотреть на свои процессы, как будет правильно сделать именно у вас. Ни одна компания теоретически вам не скажет, которая занимается внедрением документа оборота, как будет сделать правильно. Сначала нужно изучать ваши процессы. Вот. Про рабочим группам, в принципе, мы уже достаточно подробно поговорили, тогда больше останавливаться не буду. Также рабочие группы можно, если вы не используете какую-то рабочую группу, можно поставить пометку удаления, но она будет как бы существовать в вашей системе. Если вдруг вы захотите ее дальше использовать, то ее можно разблокировать, снять пометку на удаление и дальше использовать. Это такой универсальный инструмент, который у вас обязательно должен быть в системе, должен быть четко проанализированный, и вы его правильно используете. Также группы могут быть автозаполняемые. Что значит автозаполняемые? То есть вам нет необходимости ваших пользователей добавлять в эти рабочие группы. То есть, например, вот здесь приведен, это руководитель подразделения, то есть если у вас приходит новый руководитель подразделения, вы его заводите в систему как руководителя подразделения, он у вас автоматически добавляется в рабочую группу руководителей подразделений, и, соответственно, ему автоматически назначаются все права, которыми обладают пользователи этой группы. Все полномочия сразу ему назначаются. То есть вам уже нет необходимости делать какую-то заявку на настройку права в документ обороте, то есть завели пользователя верно, и все, все у него уже есть. Тут есть минус в том, что если у вас группа автозаполняемая, то уже вручную ее участников не скорректируешь. То есть, значит, они уже по какому-то определенному алгоритму могут попадать в эту группу. С одной стороны удобно, с другой стороны нужно понимать, насколько такая гибкость вам подходит. По алгоритму заполняется рабочая группа, которую вы, соответственно, выберете в системе. Также, как мы уже говорили, что сотрудник у нас может посмотреть полномочия, которые у нас назначены. Сотрудник может посмотреть, какие полномочия назначены рабочей группе. И удобно, ну вот у нас на скрине мы сейчас видим, у нас есть рабочая группа делопроизводителя, и мы можем просмотреть полностью, какие назначены полномочия этой рабочей группе, ну и скорректировать, добавить полномочия, которые нужны данной рабочей группе. То есть у нас есть сущность рабочая группа, и мы ей даем те или иные полномочия. Если мы понимаем, что делопроизводители у нас должны также полномочия еще какие-то получить, мы просто устанавливаем галку, сохраняем, и полномочия вместе со включенными ролями все уже становятся доступны делопроизводителям рабочей группе. Также в пользователе, когда у нас пользователь приходит, как я уже говорила, мы назначаем права не конкретному пользователю, а мы добавляем его в группы пользователей, и соответственно сразу видим, если мы добавили сотрудника в группу пользователей делопроизводитель, то ему сразу назначаются те полномочия, которые привязаны к делопроизводителю. Таким образом, мы можем делать некую наборку рабочих групп, то есть если у нас новый пользователь пришел, он сразу и руководитель подразделения, он сразу и по своим функциональным обязанностям и делопроизводители, еще какие-то функции выполняет. У нас был опыт, когда очень большой объем с разными видами документов и полномочия были разделены именно по работе с конкретными делениями по блокам документов через полномочия. То есть сотруднику сразу 5-8 полномочий назначалось, в которых уже по разрезам, по ролям делились права. Вот тут уже нужно смотреть, анализировать, какие потребности именно у вашей организации. Также отсюда же можно кликнуть, посмотреть настройки доступа пользователей. То есть мы более развернуто можем посмотреть, что есть, на какие разрезы доступа, на какие документы. У нас есть права у конкретного пользователя, это также из карточки. Пользователем мы смотрим в правом нижнем углу ссылочку настройка доступа пользователей. И тут мы прям можем проверить, откуда у него эти права вообще пришли. То есть если он где-то назначен локальным администратором, мы это видим, какие разрезы доступа у него используются, из каких ролей это пришло, все. Здесь мы прям полностью можем видеть. То есть ваш администратор, если ему нужно глубоко проанализировать права пользователя на какие-то конкретные документы, у пользователя нет прав, то он смотрит это через данную ссылку, через данную выброску. По локальным администраторам мы с вами проговорили чуть выше. Я достаточно подробно показала на системе. Сейчас останавливаться тоже не буду. Далее у нас есть такая функция, что для руководителя мы добавляем доступ подчиненных. Где-то это нужно, где-то это не нужно. Бывает такое, что сотрудники работают с секретными документами, состав которых руководители знать не должны, доступа иметь не должны. Значит, эта функция вам не нужна. Если вам это нужно, чтобы у вас автоматически руководители получали доступ, как у подчиненных, то это можно настроить в настройках прав доступа в общих настройках системы. То есть есть галочка «Добавлять руководителям доступ к подчиненных». У вас автоматически будет доступ добавляться. При настройке системы это тоже нужно учитывать, понимать. обновление прав доступа в документ оборот выполняется автоматически. Перерасчет прав это такое, по идее вообще сразу происходит пересчет прав, но процедура эта достаточно трудоемкая и она может занимать время. Если использовать обычное обновление прав, то пользователям это может мешать, поэтому используется фоновое обновление прав. И пока пользователь спокойно работает, в фоновом режиме происходит обновление прав. Для этого используется отложенное обновление прав доступа. Можно переключить режим, если вы используете или не используете отложенное обновление прав. Это обычно тоже на старте решается, то есть вы должны оценить нагрузку на свою систему, оценить нагрузку на пользователей, как часто у вас будут обновляться права, и уже принять решение, будете ли вы это использовать. Но обычно мы рекомендуем это использовать, включаем эту функцию. То есть у нас есть две очереди обновления прав. Они разными рекламентными заданиями обрабатываются и обычно друг другу не мешают. Это такие технические моменты, которые ваш специалист по обслуживанию системы, он должен это тоже понимать и контролировать. На обработке очереди тоже сейчас сильно останавливаться не буду. Есть специальное рабочее место для сотрудников, который вас отслеживает. Управление расчетом прав, осуществляет, отслеживает очереди. Это прямо специальное рабочее место управления расчетом прав. Он видит отчеты по динамике очереди, видит, какие задачи у вас в очереди зависли, и может контролировать, может предпринимать какие-либо действия с очередями по обновлению. Также иногда бывает, что нужно срочно обновить права доступа вручную. Можно как выборочно, так и сразу полностью вручную запустить обновление прав. Можно обновить права по конкретному объекту. То есть это уже и самого объекта делается. Потому что если вы будете сразу обновлять по всей системе, это значительное время затратится, и вашим пользователям это будет неудобно. Поэтому если вдруг кому-то что-то нужно срочно обновить, то по большинству объектов системы можно сразу пообъектно это сделать. Ваш специалист тоже должен это использовать, а вы должны это знать. Также проверку настроенных прав доступа. Существуют отчеты, по которым ваш специалист должен обязательно проверять настроенные права, как мы рекомендуем, не реже одного раза в месяц. Но тоже посмотреть нужно, насколько часто, чтобы уж тоже не переборщить, чтобы человек не сидел и не контролировал то, что не изменяется. Частота контроля, частота аудита, это как часто нужно делать, это уже, наверное, на зависимости от особенностей самой компании, процессов ваших. Есть отчеты по правам доступа. Можно смотреть отчет по правам доступа, можно смотреть отчет общий по неограниченным правам. То есть лучше составить прям перечень отчетов, перечень критериев, которые будет смотреть ваш специалист и их прям прогонять каждый раз, когда нужно провести эти работы по проверке. По неограниченным правам тоже я привела, где у нас находится этот отчет и как он выглядит. Ваш сотрудник тоже это должен смотреть. Также по пользователям можно проверять, есть отчет прям конкретно по пользователям, то есть можно выборочно, можно там, посмотря по какой методологии вы хотите это использовать, вы можете проверять прям конкретно пользователей и получать полный отчет по их настройкам, какие доступы, какие есть разрезы доступа и уже понимать, верно ли, либо нужно скорректировать настройки доступа. Права у нас анализируются через дескрипторы доступа, этим тоже управляют у нас специалисты технические, которые анализируют права. Что еще важно? Важно, что ваш специалист должен отслеживать устаревшие права, которые не используются, устаревшие полномочия, устаревшие группы доступа, рабочие группы, чтобы не засорять систему неиспользуемыми элементами. То есть, как я говорила, уже можно помечать на удаление рабочей группы, которую вы не используете, которые неактуальны, чтобы они не мешали вам при обслуживании системы, при необходимости перенастройки, чтобы вы не анализировали лишнюю информацию, лишние настройки, лучше их сразу удалять. И это тоже при аудите системы нужно каждый месяц просматривать. Далее, один из вопросов разграничения прав, также это у нас восстановление паролей. То есть, может ли у нас пользователь сам самостоятельно восстановить пароль к системе, либо у него такой возможности нет. Эта функция настраиваемая и настраивается она в общих настройках системы, настройка прав доступа. То есть, есть возможность установить, возможность самостоятельного восстановления пароля для пользователя. Есть несколько вариантов восстановления пароля. То есть, это пользователь может по ссылке перейти, восстановить пароль, может по электронной почте восстанавливать пароль. Вот алгоритмы, по какими настраивается система. То есть, можно настроить, что будет приходить прям письмо с пользователю, как восстановить пароль, то есть, прям с алгоритмом его действия. В чем плюс? В том, что вашему пользователю, вашему администратору не придется делать лишних действий. Больше будет свобода у вашего пользователя. Ну и сокращается время обслуживания системы. Вот. Ну, на сегодня наши темы, которые были запланированы, мы рассмотрели. Мы рассмотрели, что такое разграничение прав доступа и основные разрезы, по которым делается разграничение доступа в 1С, документы оборот. Мы рассмотрели, в каких случаях, что используется, какой метод и принципы, по которым лучше идти, когда вы планируете разграничение прав доступа. Также мы затронули вопрос настройки восстановления пароля. Если у вас все, что вот в чате я вижу, я вижу вопросы в чате идут, вопросы в чат пишите, я на них уже сейчас не успею ответить, но, по крайней мере, мы их зафиксируем, и при рассылке мы уже письменно на них все ответим. Вы обязательно ответ получите. Также, если вдруг какой-то вопрос вы не зафиксировали, и мы на него не ответили, то вы можете обратиться в правом верхнем углу почта электронная, номер телефона, а также вам будут прозванивать наши специалисты, задавать вопросы по вебинару, задавать, просить обратную связь. Вы можете прям смело просить встречу для разбора вашего вопроса, можете смело задавать. Ну, на сегодня я с вами прощаюсь. Мы немножко не уважились во времени, но я очень старалась. Я с вами на сегодня прощаюсь. Спасибо вам большое за активность, за большое количество вопросов. Всем хорошего дня. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok